друзья всем привет сегодня вместе с вами предлагаю посмотреть две орхидеи две орхидеи бабочки как они себя чувствуют после нашей обработки этих орхидей в целях профилактики и в том числе одна орхидеечка обрабатывалась в лечебных таких в лечебных целях средством вот эти вот средством превикуром 23 декабря чуть меньше без двух дней месяц назад получается в прошлом году до в прошлом году буквально там чуть меньше месяца назад мы обработали две эти орхидеи кино прежде чем их показать и посмотреть прям вот пару слов о предыстории этих орхидей появились они у нас на канале в мае прошлого года взрослыми растениями это материнские растения они стоят на порядок на не один порядок дороже чем обычные маленькие орхидейки эти орхидейки куплены у российского продавца перекупа который покупает в тайване и перепродает здесь уже в россии ну что они у нас появились постояли крупненькие такие пыльные здоровые мощные и в июне месяца мы их пересадили сделав одинаковую посадку закрытая система в кашпо кора архиата фитильный полив и одной орхидеи это очень и очень не понравилось она начала у нее короче начали погибать корни в общем она стала чахнуть и мы ее пересадили в полузакрытую систему все точно так же но только в обычный горшок и буквально вот перед новым годом в декабре стали на эти орхидеи смотреть и я обнаружил что обе эти орхидеи имеют проблемы одна орхидея та которую мы пересадили повторно она у нас ну скажем не туда не сюда вот знаете прям как застыла не туда не сюда вторая орхидея у нас активно наращивала корневую систему все с ней было хорошо но проблема была в следующем то что на одном из листиков мы обнаружили желтые пятна и я показывал а это видео видео я ссылочку оставлю верхнем правом углу про желтые пятна я рассказываю в этом видео почему бывают желтые пятны варианты борьбы с желтыми пятнами и рассказываю что такое что такое орхидея клон и мире клон когда а продают продавцы и такую делают в названии приписочку клон или мире клон вот я об этом рассказываю так вот и мы значит эту орхидею вот он этот самый лист на котором были но и сейчас есть пятна но друзья по прошествии месяца обработав эти орхидеи замочили мы их прямикуре и вот сейчас что я вижу если месяц назад эти пятна были прям желтые да то это желтизна она позеленела она стала в более зеленый такой цвет а вот те места которые были зеленые они стали более темный знаете как пигментация у листика пошла и знаете я уже как бы знаете даже склонен к тому что у орхидеи не хлороз был все-таки совсем другой пигментации от излишнего света то есть слишком она близко находилась молоденький листик близко слишком находился к светильнику это первый момент и второй момент от перелива то есть когда поливал орхидею заливал ее естественно да и она очень много много воды вбирала и на новый новый листик вот на нем на нем появились возможно я опять же предполагаю потому что точно сказать никто не может ни один орхогуру что с орхидеи да потому что ну вот потому и у меня такое впечатление что просто орхидеи на листике появились были отеки то что мы приняли за хлороз это были отеки вот сейчас орхидея она как бы восстанавливается но тем не менее давайте посмотрим на ее состояние корней друзья посмотрите помимо того что она сама по себе такая мощненькая да то есть листья прям ну растут они растут реально растут она наверное но в полтора раза больше стало чем на тот момент когда мы ее распаковку в мае делали там по моему 2 мая и смотрите как она зарастила все корнями здесь у нас на дне керамзит все остальное это среднее фракции архиата и у нас здесь мог маховой маховой фитиль это друзья айскрим кстати до орхидеи айскрим вот сюда я вставлю образец ее цветения вот такая вот она нежная нежная нежнятина при нежнятина и вот такая же посадка была у нас и у второй орхидеи мы сейчас еще к ней вернемся мы еще зафиксируем изменения какие с ней произошли я вам покажу после применения привикура так и вот вторая орхидея это друзья вот такая вот ну вот она маленькая да мы ее почистили мы ее обработали после пересадки мы ее можно сказать вернули к жизни это друзья айсин спот леопард вот так вот она цветет такая прям познаете яркая пестрая насыщенная да ну обалденный экземпляр а это тоже вот материнское растение и значит что у нас здесь после применения привикура после пересадки она долго у нас молчала да и вообще она молчала после покупки и после первой пересадки после второй пересадки она молчала и вот буквально когда мы с и и 23 декабря месяц назад до обработали у нее пошли активно рост корни у нее пошли расти корни посмотрите активно начала заращивать горшок корешками это о чем говорит орхидея проснулась и есть вероятность тому что к новому году этого года к новому году она выпустит цветонос в конце лета когда зарастит все корнями а может быть и раньше и мы увидим ее цветение но друзья примерно как она цветет но только в более нежном варианте я вам сейчас покажу потому что буквально сегодня сегодня ну вчера начался начал распускаться цветочек вчера и я дождался сегодняшнего дня потому что у меня прям подмывала вчера показать я вам вчера уже показывал цветочки которые понравились да но сегодня этот цветок он раскрыл первый свой цветок тоже и теперь можно его посмотреть друзья вот такой красавчик вот такой друзья красавчик это и есть а их син спот леопард бабочка но в более таком нежном варианте посмотрите видите он такой более такой нежный знаете как будто бы две орхидеи взяли майю вот она майя на заднем плане и фэнси фриклис причудливые веснушки скрестили да и получилась вот такая вот вот из двух орхидей одна получилась ну те кто мою знает я показывал уже мою да она в тех же цветах с тоже с тоже такой нежный крапинка крапинки нежные такие малиновые и причудливые веснушки тоже знаете орхидею в прошлом году мы ее в позапрошлом купили в прошлом и наращивали корни дождались цветения и мы разыграли на нашем канале в прошлом году и она досталась одному из зрителей нашего канала подписчикам постоянному и вот эти две орхидеи очень 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 похожи вот как бы скрещенные вот в эту а их син спот леопард смотрите какая красавка а причем она крупноцветковая то есть большой цветок такой вот такая вот она прям обалденно и вот это тоже была куплена у нас в прошлом году вот в таком размере тоже взрослые растения купил я ее именно потому что она немножко отличается нежностью от спот леопардов вот который у нас вот этот вот он такой более насыщенный и такой более у нее крап такой скажем плотный а это более такая неженка вот один цветок сейчас пока не очень так знаете особо смотрится но когда раскроются вот эти два цветочка она будет выглядеть очень 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 обалденный так ну ладно теперь вернемся к нашей к нашей айскрим тоже неимоверной неженки такой я не знаю знаете как очень похоже на такую не дюймовочку но синдереллу да вот такая вот синдерелла айскрим что у нас после применения привикуру друзья значит сегодня я смотрю а у нее посмотрите а вот сюда под двумя корнями вот этими воздушными из пазухи лист или из пазухи листочка вылазит друзья цветонос посмотрите он лезет цветонос еще месяц назад его не было и вот после обработки и после замачивания и и в привикури ну во-первых корни да я думаю заметили что активизировались корни вода не кончики отросли то есть они легим воспряли после привику рода и орхидея как-то очнулась это наверное знаете а тот же случай как и с средством препаратом максим да когда обрабатываем максимум потом пучком вырастают от основания начинают расти массово корни в тех местах в верху на основании орхидеи где у нас замазали мы максим и вот на 2 орхидеи тоже вот я вам показал тоже у нее начали расти корешки у 2 орхидеи то есть вот такой результат применения привикуру пусть у нас и лист не до конца еще исправился от этих пятен от этих вот светлых пятен но я предполагаю что это может быть другая болячка у нее а точнее проблема но вот корни у обоих орхидеи поперли и самое интересное что у нашей вот этой вот красотки появился цветонос и мы в ближайшем как в ближайшем в средней перспективе увидим ее цветение ну а пока будем любоваться вот этой вот вот этим вот леопардиком кстати хорошо наверное а их sin spot леопард вчера показывал другого леопарда да вот два леопарда сейчас покажу а это yellow леопард желтый леопард смотрите 2 леопарда так сейчас я поставлю чтобы руки не тряслись а тоже совсем держу а у меня так ну вот так и вот так смотрите какая прелесть это а их sin spot леопард вот это светлая а темная это yellow леопард желтый леопард вот такие две красотки обалденные да не трясись ты дай посмотреть полюбоваться любуйтесь друзья красота все всем хорошего настроения всем до встречи в следующем видео